Итак, в этом уроке я покажу, как работать с режимами 360 стерео. У нас есть 4 режима. Первый, второй, третий, четвертый. На форуме есть информация о том, какие есть плюсы и минусы данных режимов. 360 стерео режимы, которые я вам рекомендую до работы, это 360 стерео Омни и 360 стерео Панорамик. Они вам позволяют получить, наверное, корректное стерео. Приступим. Сначала для того, чтобы все работало, нам нужно сделать некоторые настройки. Project Settings, Омни Дирекшнл Стерео Капчер и сам плагинка Панорамик Капчер. Ждем. Для начала я покажу режим 360 стерео Омни. Какие у него есть плюсы и минусы. Для начала выбираем 360 стерео Омни. И, в принципе, этого достаточно. И можете уже создать вашу секвенцию. Или Movie Render, где вы работаете в любом случае. Это не сложно так. Из настроек по стерео Омни. В принципе, стандартных настроек достаточно для получения хорошей картинки. Все, что вам нужно сделать, это, получается, отрендерить уже ваше режим. Так. 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 Сейчас, секунду. Отлично. Да, напоминаю, что нужно первые 5-6 кадров для старта. Итак, что мы получили? У нас сейчас есть изображение, оно уже в формате стерео. И посмотрим, что из себя представляет 360 стерео в Омни. Так, проверяем. Как видите, объекты корректно отображаются. Это действительно правильное стерео. Но есть проблема с тенями. Тени ходят. Тени движутся, поэтому это неправильно. Все, что нужно сделать, чтобы это исправить, вам нужно запекать тени в данном случае. То есть, вам нужно выбрать ваши объекты. Сделать их статичными. И запечь свет. Тени должны быть статичные и запеченные. Да, как видите, тени здесь неудачные. Поэтому обязательно увеличивайте значения для четких теней. Именно Light Map Resolution. Отлично. Так, следующий шаг. Это у нас... Это у нас повторный рендеринг. И рендерим. Так. Продолжение следует... и смотрим заметьте тени теперь корректно отображаются то есть они запечены и правильно расположены и не двигаются за объектами также что еще есть какая еще есть проблема очень часто возникает вопрос почему движется объект, пол или там что-нибудь еще например создадим тестовый материал назначим ему текстуру какую-нибудь текстуру и есть проблема текстур стриминг теселяция если у вас активирована какая-либо теселяция на вашем материале то это будет проблема объекты будут у вас двигаться как и тени в начале у нас я сейчас вам покажу это представим объект и пол отлично делаем рендеринг и проверяем и проверяем а теперь смотрите если вы заметили то получается пол у нас кажется вообще неподвижным то есть это проблема если здесь все работает корректно пол двигается все все искажается и так далее то если у вас активирована теселяция то у вас будут проблемы с рендерингом поэтому просто вам нужно деактивировать теселяцию в вашем материале просто no tessellation окей и все будет у вас хорошо так тогда я сделаю другим видеороликом следующий режим режим панорамик мод с данным режимом еще один момент если качество вам требуется выше то есть четче и выше вы можете это изменить в данных значениях то есть например 4096 или там то есть значение меняется здесь увеличиваете значение двух текстур и также конечный и у вас будет изображение почетче спасибо